Девушки отдыхают Минский режиссер Алан Бадоев и его супруга, актриса Жанна Бадоева, очень любят путешествовать. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Алан и Жанна перед каждым путешествием бросают монетку. И каждый раз все решает Орел или Решка. Привет! В эфире Орел или Решка. Вы увидите, как возможно прожить с деньгами или почти без них в Лос-Анджелесе. А мы покажем это на своем примере. У кого-то будет кредитная золотая карточка, а кому-то достанете на серое 100 долларов на все про все. Ты готова решить судьбу? Я всегда. Орел! Решка! Нет, ну это наглость! Орел! Это невозможно! Теперь у меня опять 100 долларов на весь отдых в Лос-Анджелесе, в столице шопинга. Это невозможно, Алан! 100 долларов и 25 центов, бэйби, умеешь считать деньги? Вот тебе рюкзачок. Арифидерчо! Помни обо мне в своем богатом мире. Из чего же, из чего же сделан Лос-Анджелес? Первое, что приходит на ум – Голливуд. Лос-Анджелес представляется одной сплошной киноплощадкой. Здание декорациями, прохожие статистами. И кажется, что за поворотом обязательно уткнешься в Брэда Питта. Ну, или в Супермена. И в этом сладком заблуждении о близости славы и денег сюда стекаются миллионы людей, надеясь стать еще одной звездой этого мира. Сегодня я снова стал обладателем золота. И значит, я смогу тратить деньги, сколько мне будет угодно. Лимузины мне уже надоели, поэтому я на прокат взял легенду американских дорог – коллекционный корвет «Стингрей». Раритетный корвет «Стингрей» 1971 года – это настоящая роскошь. 425 лошадиных сил. Под капотом двигатель «Монстр» на 7,5 литров. И все это мое на целых два дня. Наша история не успела начаться, а уже близится к развязке – дорожной. Дорожные развязки Лос-Анджелеса – одни из самых сложных. Без них просто не обойтись, ведь в этом городе на 2 миллиона больше машин, чем людей с правами. Все мы привыкли, что если есть город, значит, должен быть и центр. Лос-Анджелес в этом отношении уникален. Здесь нет центра. И все районы когда-то были отдельными городами. Поэтому Элэй, как говорят американцы, стал неприлично огромных размеров. И даже на машине можно потратить 3 часа, чтобы добраться из одной точки города в другую. Итак, первые впечатления. Без машины здесь никак. Город огромный, и, по-моему, пешеходам здесь быть не очень. У меня опять 100 долларов на 2 дня. Поэтому тратить мне придется очень экономно. На самом деле в Америке не все платно. С аэропорта Лос-Анджелеса до ближайшего метро ходит бесплатный шахл. Я на нем и поехала. Еще находясь в Киеве, я на всякий случай решила вопрос с ночлегом. Женское чутье меня не подвело. Каучсорфинг – вот совершенно бесплатная альтернатива дорогим отелям. Каучсорфинг – это интернет-сообщество путешествующих по миру людей, которые останавливаются друг у друга и не берут за это ни цента. За 2 дня до отъезда в интернете я познакомилась с опытным каучсорфером Лео, в доме которого я и планирую сегодня остановиться. Я остановился в отеле Sunset Tower. На самом деле отель не актив. Один из худших на моей памяти. Но с постояльцев дерут огромные деньги. И тому и есть причина. В золотую эру Голливуда все кинозвезды считали особым шиком останавливаться именно здесь. Элизабет Тейлор и Фрэнк Синатра, Грета Гарба и Кларк Гейбл, Игги Поп и Даяна Росс – все жили здесь. Именно поэтому за одну ночь в отеле постояльцы с радостью выкладывают по тысяче долларов. По правилам программы я могу тратить деньги бесконечно. Поэтому я тут же снял один из самых дорогих и знаменитых номеров. Там, где любила останавливаться Мэрилин Монро. Как-то даже не верится, что именно на этой самой кровати спала Мэрилин Монро. Именно на этой террасе Фрэнк Синатра сделал предложение Эви Гарднер. Такая красота вокруг, конечно, тянет на романтические поступки. Первым делом я решила перекусить. И тут меня ждала неожиданная удача. Маргарита с мужем уже 13 лет живут в Лос-Анджелесе. Арендует помещение под кафе, а сами живут напротив. Они прекрасно знают, что значит зарабатывать деньги в Америке. Для этого им приходится работать без выходных и праздников. Похоже, наши в городе. Идем знакомиться. Маргарита рассказала мне очень много полезной и интересной информации о Лос-Анджелесе, которая потом мне еще не раз пригодилась. Пообедать можно за 20 долларов. Можно уложиться и в 15. В 15, я думаю, это будет минимум. Еще один секрет в Америке, что очень большие порции обычно подают в ресторанах, поэтому, чтобы сэкономить деньги, вы всегда можете разделить одну порцию на двоих. И еще один секрет, что в Америке всегда заполняют ваши соды, например, пипси-колу или спрайт, всегда заполняют ее бесплатно. Так что вы можете пить ее сколько угодно. Отдохнув на кровати, на которой спала Мэрилин Монро, я отправился изучать город дальше. Испанские колонисты заложили город и назвали его незамысловато. «El pueblo nuestro de la señora Reina de los Ángeles sobre el río Pursunco». То есть селение Девы Марии Королевы Ангелов на реке Пursunco. Современные американцы немножко сократили название, назвав город просто по первым буквам – LA. «Билет в метро стоит полтора доллара. Это в одну сторону. Если вы хотите ездить целый день, то вы можете купить проездной себе, дневной, который стоит шесть долларов». Этот проездной действует и на метро, и на автобус. Ночевать мне есть где, поэтому я спокойно поехала гулять по городу и первым делом отправилась на известную во всем мире аллею звезд. «Единственный момент, что вам всегда понадобится машина. Что с публичным транспортейшем – это не тот город, где хорошо». С метро в Лос-Анджелесе туго. На такой большой город всего пять веток. Станций тоже немного, и есть они далеко не в каждом районе. Найти станцию метро поблизости – вообще большая удача. «Конечно, тут очень суровые штрафы. Но если еще без билета, я понимаю, 250 долларов. Если ты бросишь бумажку, конечно, я понимаю, что заплатишь 250 долларов. Если зайдешь с гамбургером, заплачешь 250 долларов. Если ты будешь плеваться и ругаться, то тоже заплачешь 250 долларов. Вот, наверное, поэтому тут так чисто и тихо. Вот, кажется, метро. Поехали. Кстати, здесь в метро, наверное, одни туристы и ездят, потому что у местных на одну семью по две-три машины. Вот, это та самая известная на весь мир аллея звезд. Здесь их больше двух тысяч. Идешь прямо по этим звездам и не веришь своим глазам. Это, очевидно, только сделанное. Это, пожалуй, Сандра Балок, Киану Ривст, а это великий комедийный актер Дональд Трамп. Кого увековечить в асфальте, решает торговая палата Голливуда. Она прикидывает вклад конкретного человека в шоу-бизнес, и если этот вклад внушительный, раздает именно и звезды. И не только киноактерам, но и операторам, звукорежиссерам, актерам театра, телеведущим и даже несуществующим в жизни персонажам. Как Микки Маусу, например. Звезду дают не просто так. За нее нужно заплатить 25 тысяч долларов. Я решил воспользоваться своей кредиткой и заказал вип-тур на Юниверсал Студия. Юниверсал – одна из самых старых и процветающих студий Голливуда. И рассвет ее начался в 30-х годах, после выхода на экраны «Драку». Бешеная популярность этого ужастика создала имя студии. И с тех пор у продюсеров Юниверсал тема чудовища леденящих кровь ужасов – любимая. Это та самая акула, которая снималась в фильме «Челюсти». Вы видите этот снег? Снег, лето, солнце. Но, собственно говоря, Голливуд – это большой обман. С Рождеством вас, друзья! Приветствую вас на студии Юниверсал. Всегда мечтала сняться с Майклом Джексоном. Для этого даже доллара не жалко. Вот, подарю ему. Вот так вот. Фотографируйтесь с кем хотите. Абсолютно за бесплатно. Не, не абсолютно за один доллар. Вообще, конечно, странное ощущение здесь. Звезды ненастоящие. Майкл Джексон ненастоящий. Такой себе яркий фасад для туристов. Вот бы попасть за кулисы. Попасть за кулисы я смогу на поезде, который входит в стоимость «Виттура». Этот поезд едет по огромному парку студии Юниверсал, куда свозят все потрясающие декорации из нашумевших блокбастеров. Это все павильоны, в которых снимают кино. Для безумия огромный масштаб. В создании парка Юниверсал Студия принимал участие сам Стивен Спилберг. Неудивительно, что большинство декораций здесь из его фильмов. Здесь создавался парк юркского периода. Посмотри туда. Да, это, конечно, немножечко другое, нежели на киностудии Довженко. Каждая декорация сделана с любовью. Очень технологичная. Вот это размах, вот это действие. А это отдел практической магии. Другими словами, тут делают спецэффекты. Дождь, катастрофы, все происходит на наших глазах. Это просто потрясающе. На моих глазах разыгрывается эпизод из фильма «Челюсти». Все настолько реалистично, что кажется, сейчас кто-то крикнет «Стоп, снят!». Специально для Стивена Спилберга в «Войне миров» был куплен настоящий самолет. Его разрезали и сделали из него декорацию. Вот это подход. А вот машины, доставленные сюда прямиком со съемочной площадки фильма «Форсаж». На огромной территории «Юниверсал» за день совершаешь путешествия вокруг света, путешествия в другие миры или даже во времени. Из грязного мексиканского города на древнеегипетскую площадь, из джунглей в Европу, из будущего в глубокую древность. Вся история кино. От вестернов до Спилберга. Меня, как режиссера, все увиденное очень вдохновляет. Голливуд – это просто огромная махина. Ее масштабы не укладываются в голове. Сколько денег вложено в создание фильмов. И сколько денег заработали сами создатели. Увидеть кинозвезду в Лос-Анджелесе на самом деле не так уж просто. За знаменитостями нужно охотиться и вычислять. Но вот звездные отпечатки ног и рук – пожалуйста, в изобилии. А вот и Софи Лорен. Размерчик как раз как у меня. А пальцы подлиннее у нее. Это китайский театр Граумана. Кто такой Грауман, уже никто, кроме Википедии, не знает. Оказывается, это был некий импресарио, известный и уважаемый в Голливуде человек. Традиция, чтобы оставляли звезды отпечатки своих рук и ног, тянется уже очень давно. Вот смотрите, наверное, Мэри Пикфорд, 27-й год. С Мэри Пикфорд все и началось. По легенде, именно она случайно вступила в невысохший цемент. А именно тот самый Грауман из Википедии решил не переделывать испорченный цемент, а сделать из него звездную традицию. Получить именную звезду легче, чем здесь оставить свой отпечаток. Наверное, потому что места не так много, как на бульваре. Поэтому тут самые-самые легендарные. У тех, кому не досталось места для отпечатка, есть шанс увековечиться в воске. Это музей Мадам Тюсо. Вход сюда стоит 25 долларов. Мне это не по карману, а сфотографироваться с Дивой можно абсолютно бесплатно. Вот святая святых всех киноманов. Кинотеатр Кодек. Каждый год отсюда проходит трансляция церемонии награждения премии Оскар. А по этой лестнице поднимаются звезды, когда они получают свой Оскар. Вот буквально неделю назад здесь поднимались победители этого года. И сама Наталья Портман, которая получила Оскар за лучшую женскую роль. Но идешь и не веришь, что это вообще с тобой происходит. Ну, естественно, сам кинотеатр закрыт. Открыты только сувенирные лавки и магазинчики. Хотя от кинотеатра Кодек я ожидала большего. Ну, хотя бы, что в нем не будет магазинов. А то, честно говоря, он похож на большой торговый центр. Только те самые буквы вдалеке мелким шрифтом на холмах напоминают, что я в Голливуде. В кинотеатре есть уникальный памятник. Памятник постели. Надпись под ним гласит «Дорога в Голливуд». Как некоторые из нас сюда попали? Я не верю, что дорога в Голливуд ведет только через постель. Если у вас мало денег, то выбор еды в Америке невелик. Гамбургер или хот-дог? Простые бигмачные здесь на каждом шагу. Но мне хотелось чего-то дешевого и интересного. Я нашла недорогую художную с большой историей. Фирменная еда Пинкс – хот-дог с перцем чили. Тем, у кого есть кредитка, особенно золотая, тут делать нечего. Пинкс – это самая старая художная в Америке. Она до сих пор пользуется бешеной популярностью. Чтобы купить хот-дог, нужно простоять в очереди как минимум полчаса. Владелец заведения Ричард Пинк на хот-догах собаку съел. Для привлечения клиентов он придумывает разные прикольные названия. Есть хот-дог имени Властелина колец, хот-дог имени шведских грибов и хот-дог имени рок-звезды Оззи Осборна. Страшно представить, чем этот хот-дог. Возьму-ка я какой-нибудь попроще. Хеллоу, бруклин. Мне три бруклинских, пожалуйста. И кока-кола. Заказывают все там, потом приходят в другую очередь, и еще тут стоят в очереди. Вот. А говорят, что в Америке нет очередей. Все врут. Ну что я вам скажу? Хот-дог, а хот-дог. Обыкновенно нормально. Ничего сверхъестественного, как мне рассказывали, в нем нету. Но когда ты голодный, это очень вкусно и дешево. Это правда. Разница во времени между Киевом и Лос-Анджелесом 10 часов. И когда здесь 11 вечера, в Киеве разгар дня. Спать не хочется, хочется танцевать. Мы с вами находимся в самом зеленом штате Америки. А это Эко-Голливуд. Это самый зеленый клуб Калифорнии. Говорят, что здесь искупает свои грехи перед природой сама Тарис Хилтон. А Джордж Клуни сюда приходит, чтобы выпить немного абсента. Ну, пойдемте посмотрим, что они тут нашли-то. Владельцы Эко-Голливуда утверждают, что у них самый экологически чистый ночной клуб. Стены из экологически чистого цемента, звуковая изоляция из переработанного хлопка и денима, освещение на экономических светодиодах, а в туалете отсутствуют бумажные салфетки. В Эко-Голливуде проводят премьеры фильмов и даже кастинги. Может быть, поэтому народ себя так раскрепощенно ведет перед камерой и даже стремится попасть в кадр. А вдруг это кино снимают? Или я знаменитый кинопродюсер в поисках новых типажей? Это же Голливуд, а значит, у каждого есть шанс. Вы себе можете представить, чтобы шампанское стоило тысячу долларов США? Теперь можете. Это даже не кристалл, это самая обычная шампанское. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что Лос-Анджелес – это город ангелов. Так вот, ангелы тоже дерутся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поколодало. Не май месяц. Вообще уже пора думать о ночлеге. Хотя чего о нем думать? Надо идти ночевать к каучсерферу Лео. Не зря же я с ним договорилась. Напомню, что каучсерфинг – это сообщество путешественников, которые останавливаются друг у друга совершенно бесплатно. Ехала я битых 3,5 часа. Сказались огромные расстояния между районами в Лос-Анджелесе. Оказалось, что между художной Пинкс и Сан-Бернандино, где Лео живет, 70 километров. Приехала уже за полночь. Наконец-то нашла эту квартиру. Я не представляю, что это такое будет, но вроде бы двор был красивый. Мне мама говорила, к незнакомым не ходить. Ну что делать? Без денег и не сюда пойдешь. Привет, Лео. Я Жанна из Киева. Добро пожаловать. Я Лео из Нью-Йорка, но живу я в Лос-Анджелесе. Лео давным-давно перебрался из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. И его уже не отличить от настоящего калифорнийца. Никуда не спешит. Все время улыбается и шутит. А ты что, музыкант? Нет, но девочки ведутся на музыкантов, поэтому я поставил у себя барабанную установку. Как и все каучсерферы, Лео открытый, общительный и гостеприимный человек. Итак, это моя кухня. Не трогай мою еду. Не ешь мои конфеты. Не пей мою выпивку. Хотя ладно, выпивку как раз пей. Я шучу, ты можешь брать все в моем доме. Это мужской холодильник. Здесь много напитков и мало еды. Хочешь колу, спрайт, апельсиновый сок или, может, табаско? Табаско. Небольшую двухкомнатную квартиру Лео снимает за 1200 долларов. Работает программистом. Путешествует по миру, ночуя у местных жителей, как я сейчас. Мой дом как центральный вокзал. Круглые сутки люди приходят, люди уходят. Проходной двор, короче. А, ну это не опасно, что незнакомые люди могут прийти к тебе в дом и непонятно откуда и какие убийцы всякие могут быть? Лео говорит, что это не опасно, потому что на страничке каждого каучсерфера можно оставить отзыв. И если кто-то стырил ложку, то быстро узнает все сообщество. А чем ты занимаешься? Я ведущая этой программы. Помимо этого я и режиссер еще, но вот здесь я ведущая. Очень мило. Это хорошая работа. Ну, это не такая уже и хорошая работа, потому что, когда тебе приходится ночевать непонятно где. Да. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. О, ты знаешь, что в Украине теперь тебе есть где ночевать. Да. Кстати, я очень много путешествовал по миру, и я заметил, что когда не понимаешь, что тебе говорят, лучшее, что ты можешь сделать, это сказать «да». Людям это всегда очень нравится. Неважно, в ответ на какую реплику ты ответил «да», любой человек к тебе очень располагается. Скажи, пожалуйста, как можно провести в Лос-Анджелесе время без денег, вот имея всего лишь 100 долларов, и все? Что? Всего 100 долларов? О, боже. Съезди-ка ты на Венес-Бич. Это зачетное местечко. Просто поброди, спустись к пирсу, насладись закатом. Там чумовые персонажи ходят. И главное, это бесплатно. Это один из самых известных районов Лос-Анджелеса, наряду с Диснейлендом. И поэтому все, кто приезжает в Лос-Анджелес, обязательно посещают Венес-Бич. Когда путешествуешь таким способом, убиваешь сразу нескольких зайцев. Во-первых, бесплатно ночуешь. Во-вторых, получаешь бесплатного экскурсовода. Ну и главное то, что обзаводишься массой новых знакомых по всему миру. Спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон» Да, шикарный завтрак в Америке отличается от обычной еды в Макдональдсе не особенно. Та же картошка фри, тот же бургер, только за 220 долларов. Лео ушел на работу, оставил мне ключ, я ухожу. Переночевала, все прошло прекрасно. Боже, я очень счастлива. Как тут выйти? Подожди, за... Ага, туда. Таким образом, моя подготовленность к путешествию существенно сэкономила мне деньги. А у меня, напоминаю, по правилам программы, всего 100 долларов на два дня. Утро Лос-Анджелеса сегодня хмурое, но прекрасное. Океан, крик и чаек и воздух, у которого есть свой запах. Это район Санта-Моника. Дома на первой линии с видом на океан стоят по 2 миллиона долларов. Если вы думаете об отдельном доме, то это 2-3 миллиона. Если вы хотите квартиру в каком-то комплексе, тогда это будет около миллиона. Но в первой линии не будет дешевле. Здесь лучше всего чувствуется тот самый калифорнийский стиль жизни. Все подтянутые белозубые, никто не курит, но зато все бегают, отжимаются, катаются на великах и крутят какие-то штуки. Вообще в Лос-Анджелесе считается, что лишний вес – признак низкого социального статуса. Хочешь выглядеть богатым и успешным – бегай по утрам. Но если вы идете на свидание, вы должны быть осторожны, потому что иногда мужчина – это не совсем тот мужчина, которым нравится женщина. Очень большой гейской комьюнити в Лос-Анджелесе тоже. Поэтому иногда даже возможно, что ваш мужчина будет чаще бегать в косметические салоны, чем вы. В океане никто просто так не купается. Для этих целей есть бассейны возле дома. А океан для местных слишком холодный. Океан только для смельчаков в гидрокостюмах с досками под мышкой. Санта-Моника – это такая мекка серферов хорошей волны и замечательного климата. Пора и нам узнать, что это такое. Здравствуйте, приятно познакомиться. Меня зовут Алан. Я хочу купить что-нибудь для серфинга. Мне надо все. Я просто все хочу купить, потому что никогда раньше не занимался серфингом. И для меня это такой суперэкспериенс. Посмотрим, что нам нужно. Вам и это пригодится. Я не знаю, как я буду выглядеть в этом всем. Честно говоря, не мой стиль, но... Вот еще возьмите. Знаете, не умею отказывать людям, которые помогают. Надо примерять. Пришло время платить. Вот, пожалуйста, кредитка. Спасибо. Пока. За хорошую плату я нанял лучшего инструктора на побережье. Рад знакомству. Меня зовут Алан. Привет, меня зовут Эндрю. Ну что, сделаешь из меня серфера? Ты готов? Я совкос. Никогда еще я так себя не чувствовал смешно. В таком вот себе облегающем костюмчике с доской вдвое больше, чем я. Не знаю, какой из меня выйдет серфингист, но я буду пробовать. По-настоящему крутые серферы могут часами лежать на воде во ждании нужной волны. И вот, когда подходящая волна покажется на горизонте, они не паникуют от радости, а сохраняют спокойствие и хладнокровие. Кстати, меня предупредили, что если я не буду правильно держать доску, то получу в нос. Я сказал, нос у меня большой, он говорит, у меня тоже так, чтобы братья по большому носу. Окей, побежали. Занятие спортом, понимаете ли, это вам не в Украине снег подметать. Ну, приблизительно вот так серфинг и происходит. По крайней мере, первые 10 лет. Чтобы мастерски овладеть доской, нужно помнить главный девиз серфера. Расслабься и живи в гармонии с океаном. После двух часов усилий мне удалось несколько раз поставить на доске. На самом деле, это очень трудно. Нужна серьезная физическая подготовка. Короче, он мне сказал, что, конечно, я полный матрас. Но в следующий раз он меня научит большему. Я приехала в Венес. Это пригород Лос-Анджелес, который полностью противоположен фешенебельному району Санта-Моника. Добиралась я до Венеса 3 часа, 80 километров. На автобусе, метро и еще одном автобусе. И не зря. Яркое местечко. Оказалось, Венес – это самый веселый район. Таких в Лос-Анджелесе больше нет. Атмосфера вечного праздника и разгильдяйства. Это либеральный район. И на Венесе вы можете встретить от самого низа бездомных людей и мультимиллионеров. Очень много художников, артистов, архитекторов. Это такой богемный район. А начиналось все в 50-х. Тогда здесь отрывались битники, джазовые музыканты и хиппи. Двери квартиры не запирали. Жизнь в Венесе была одной большой тусовкой, где все хорошо знали друг друга. И хоть это время давно прошло, хиппи по-прежнему собираются в Венесе. Правда, они немного постарели. Нарочно не придумаешь, понимаешь? На берегу океана сидит и играет на пианино. Вы помните фильм с Томом Хэнксом «Большой»? Помните? Там был точно такой же золтор. И я сейчас тоже загадаю свое желание. Вот оно, мое желание. Тут написано, что я получу скоро письмо, которое изменит всю мою жизнь. Вот так. В Калифорнии разрешено употребление марихуаны в лечебных целях при наличии определенных болезней. И найти эти болезни вам помогут вот такие бородатые доктора. Их много стоит вдоль побережья. Заплату в 60 долларов они берутся изыскать у вас необходимую болезнь. Например, стресс. И выписать совершенно легальную справку на получение марихуаны в аптеке. Такое ощущение, что здесь каждый потенциальная кинозвезда. Все очень следят за собой, занимаются спортом. А пока главная роль в кино еще где-то впереди подрабатывает. Кто как может. Он, вы думаете, я шучу, не шучу. Это 10 килограмм. Шутки. Посмотри сейчас, что будет делать мальчик. Ого. Возможно, когда-нибудь Мэтью станет кинозвездой. А пока что он вполне удовлетворяется одним долларом подаяния от таких прохожих, как я. Главная достопримечательность Вениса – это океан. Местные к нему привыкли, конечно, но для меня это настоящее чудо. Такой простор, гигантские пляжи, жирные чайки и будки спасателей, как в известном сериале. Только спасатели здесь не в красных купальниках, а семейные мужчины. Еще и с детьми. Кроме отчаянных туристов, никто больше не купается. Одни серферы черными точками, как тюлени, лежат себе на воде, ждут прихода большой волны. Я не знаю, если есть возможность или состояние, которое нельзя передать словами, то это именно здесь. Я на Тихом океане. Тут холодно и ветреное, но состояние абсолютного счастья. Оказывается, у фильма «Форест Гамп», завоевавшего шесть оскаров, есть свое продолжение. Причем кулинарное. Компания «Бубагам Шримко», принадлежащая создателям фильма, воплотила мечту Фореста и его фронтового друга Бубы, погибшего от вьетнамской пули. Мечту о ресторанчике, где готовят креветки. Внутри все напоминает о фильме. Фотографии, цитаты и меню в виде ракетки пинг-понга. Кстати, а знаете ли вы, что это обозначает? «Run, forest, run» – это если я очень голоден, тогда я даю такой опознавательный знак всем официантам. Как только я наемся, я сделаю так – «Stop, forest, stop» – и они больше не будут ко мне подходить. Но пока я голоден. В меню десятки страниц, и везде креветки. Жареные, вареные, фаршированные, запеченные, креветки с кокосом, креветки с карри, большие, маленькие, с гарниром и без, «Forest Gump» был бы счастлив. Дайте-ка мне вот эти. Какой вам соус? Чесночный, ореховый или майонез? С чесночным. И вот это еще. Вы знаете, что в Америке реально невозможно закупить выпивку без паспорта? Даже у меня, 30-летнего мужика, спрашивают паспорт. Вы заказали алкоголь. Могу ли я увидеть ваш паспорт? Пожалуйста, вот вам паспорт. Вам я не покажу эту ужасную фотографию, а вот девушку напугаю. It's me! Ешьте больше креветок. Миллионы рыб не могут ошибаться. Это девиз заведения «Буба Гамп». И кажется, я понимаю, рыб действительно очень вкусно. Пора платить по счетам. Но с золотой кредиткой это очень просто. Кстати, очень хорошая официантка. Очень хорошая, очень дружелюбная. Хочу оставить ей щедрые чаевые. По-моему, это щедрые чаевые. Есть больше не хочу. Пить больше не хочу. Я вполне доволен. Хватит. В Санта-Монике заканчивается трасса номер 66. Самая первая трасса Америки, или, как называют ее особо сентиментальные байкеры, мать всех дорог. Здесь же заканчивается и наше путешествие. Пора домой. Я думаю, Америка лучше всего для очень бедных или очень богатых. Потому что, если ты беден, и у тебя нет абсолютно ничего, государство всегда позаботится о тебе. Ты можешь иметь медицинскую страховку и какое-то пособие. И тебя в беде не оставят. Лос-Анджелес – непростой город. И все, что вы видите, это не то, что на самом деле. То есть, как бы, всегда нужно быть осторожными с людьми. Так как это очень большой город, тут съезжаются со всего мира люди, которые ищут какую-то возможность или выбиться в муви-бизнес, или в модельный бизнес, или ищут возможность заработать. То есть, всегда нужно быть очень осторожны с людьми. Нет, но девочки ведутся на музыкантов. Вот еще возьмите. Лос-Анджелес очень настроен на бизнес, на деньги. Это довольно тяжелый город, в котором можно жить. На два дня в Лос-Анджелесе у меня было 100 долларов. Ночевка мне обошлась бесплатно. Так что этой суммы мне хватило с головой. И даже еще остались деньги. Много денег ушло на проезд. Больше 25 долларов. Где-то такая же сумма на питание. Еще я купила себе очки за 10 долларов. Ну, вот, собственно, и все. Получается, что потратив чуть меньше 60 долларов, я смогла увидеть все самые знаменитые места в Лос-Анджелесе. Так что путешествовать можно с любым кошельком. Это точно. В этот раз я опять путешествовал с золотой картой. Поэтому я старался потратить как можно больше. Коллекционный корвет с водителем обошелся мне в 1700 долларов США. Отель с кроватью, на которой спала Марин Монро, почти в 2,5 тысячи. Кроме того, я славно повисел в эко-баре, спустив там за вечер больше 4 тысяч. Будет что вспомнить. Итого, общая сумма составила почти 10 тысяч долларов за 2 дня в Лос-Анджелесе. И не могу сказать, что я плохо провел время. Лос-Анджелес – это город-дорог. Скажи мне, пожалуйста, как ты здесь без машины? Ужасно! Без машины ужасно! Потому что метро есть далеко не в каждом районе города. Автобусы ходят очень редко. И практически весь мой небольшой бюджет ушел именно на передвижение. И хочу тебе сказать, что больше я не хочу сюда приезжать без денег. Слушай, ну что-то же тебе понравилось в этом городе? Океан. Конечно, океан. И абсолютно бесплатно. Лос-Анджелес – это город мечты. Но мечта стоит денег. Больших денег. Не верите нам? Проверьте сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова